План План Сроки Хартсофт треков Ничего страшного, если сейчас непонятно, что означает СЛА Цель с артегональности Шрубка из ценностей Проблема контроля Значимость вопроса И под конец данный момент Так что у меня примерно все про искусственные театры, монеты я только под конец упомяну С чего я хочу начать? Давайте сразу про Сроки Чего идет речь Есть такое старое слово Сингулярность И оплюнул Вернер Минш Это вообще, говоря, писатель фантаст Технологическая сингулярность Потому что в математике есть просто сингулярность Ну, например, деление на ноль Это сингулярность Технологическая сингулярность Это гипотеза О том, что есть какая-то точка В нашем прогрессе Которая постоянно Экспоненциально Как-то ускоряется 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 Как минимум, точка После которой Люди уже Не будут успевать За прогрессом И понимать В принципе, да Масштабы человеческой жизни По-прежнему ограничены Да И скорость восприятия В течение одной жизни Ограничена Вот Термин очень не четко определен Есть разные сценарии Условно Этой сингулярности Начиная от того, что просто Сценарий, который называется Intelligence Explosion Когда количество Разумного вокруг нас Будет все прирастать И прирастает Но при этом Мы, возможно, Будем все еще участниками Процесса Есть сценарий, когда Некий искусственный Интеллект Появляется Начинает улучшать Сам себя И становится умнее Всех нас И способным На большее, чем Люди Или даже все человечество Вместе взятое И, соответственно, дальше Этот искусственный интеллект Контролирует Будущее человечество А не мы Есть сценарии, когда Мы, например, загружаем Себя В некое Вычиспительное облако Улучшаем Свой интеллект Потому что мы становимся Частями этих программ И Тоже Все продолжается Таким образом Вот О каких сроках Я говорю сейчас Я говорил В первую очередь О искусственном интеллекте Как О некой Сущности Новосозданной Не обязательно По образу Человека В архитектурном Смысле Но способны Решать Широкий класс И Штуки Которые Можут делать Примерно то, что Могут делать люди Да? И Возможно Что-то еще Да, кстати Как определить вообще Интеллект О чем мы вообще Почему? Потому что Интеллект Это неизбежная штука Которая Проявляется при При решении принципиально новых задач Все задачи Которые Типовые И повторяются И мы можем формально описать Как именно они повторяются Мы их Хотя бы теоретически Можем запрограммировать Все они решаются Машинным интеллектом Уже сейчас Берем садимся Пишем программу Она делает все В точности то, что у нас написано В ТС Вопрос Как решать задачи Про которые Мы Не умеем писать Харматики Вот Одно из возможных Отплений интеллекта Это Способность Решать Задачи В разных Примерных областях Некие Навыки Которые являются Широко переносимыми Навыки Которые Мы Применяли в одной области И потом Можем их использовать Принципиально на другой Вот Но Если мы Будем более прегматичны То давайте Например Так скажем Момент когда у нас появился настоящий Искусственный интеллект Это момент когда например С экономической точки зрения Искусственный интеллект Может оставить всех людей без работы Может и так Так вот Вопрос Конечно же спорный Никто долго не знает Когда искусственный интеллект появится Но Ну что мы можем делать Можем об этом рассуждать сами И говорить Ну мне кажется Что тогда-то Или можем пойти опросить экспертов Если мы пойдем опросим экспертов То Вот У нас сейчас где-то 2016 год Да Примерно То их ответы лягут на некую Гистограмму Да Распределение Вероятностная Здесь По вертикальному У нас вероятностная плотность А По горизонтали Время И в общем Где-то Мата ожидания Будет в районе Две тысячи сорокового года Плюс минус десять лет По разным вопросам Бывает по-разному Потому что Ну Смотри кого мы будем опрашивать Если мы будем опрашивать Ученых В одной ассоциации Компьютер-сайенс Мы получим одно Если мы будем опрашивать Людей Которые Например Чаще всех говорят Про искусственный интеллект Электрологов Мы получим Другой Вот Две тысячи тридцать Две тысячи сороковой год Но Некоторое Ненулевое количество Ответов Есть и раньше Например В районе Две тысячи двадцатого Кроме того Я бы ожидал По крайней мере По итогам Последних трех лет Что За последние три года Эти оценки Скорее Должны были Двинуться В меньшую сторону Почему Последние три года Потому что Диплёрнинг Нейросети Разговоры Взрыв Заметный Чисто даже По финансовым показателям Инвестиции В компании Которые занимаются Чисто искусственным интеллектом Да Ну знаете Хорошее замечание Что Бостров В книжке говорит Что ВГО Компьютер выиграл В 2024 году Да А ВГО Выиграл Две недели назад Да Как пример Да Ну Не две недели Чуть больше Да Ну Выиграл То есть На 8 лет раньше Прогнозы Да При том, что Книжка написана Два года назад Это книжка 2014 года Он писал Что Ровно через 10 лет Под тем же прогнозом Тех же ученых Выиграл Да Да Как пример Это Как Хороший пример Да И в общем 30-е и 40-е годы Это период Когда нас ждет По крайней мере Что-то странное И мир поменяется Достаточно значимо Но при этом Неизвестно Будет ли это сразу Сверх искусственный интеллект Который будет умнее всех И сразу захватит мир Либо Просто Постепенно Компьютеры будут становиться Все умнее Но люди тоже Будут как-то Во всем этом учатся Это собственно к вопросу Про хардсофт-реку Смотрите Есть В истории Лесронга Такой Один из Интересных ключевых моментов Дебаты Ютковского с Хэнсоном Робин Хэнсон Это Экономист Который Вел и ведет Блог Overcomingbias.com И на котором изначально Издавались Посты Ютковского Которые Потом стали Лесронг Человек Который Там стоял У истоков Лесронга И во всем этом Обсуждении Сингулярности И искусственного интеллекта Участвовал Да Если кто-то не знает Весь Лесронг Хотя он Про практическую национальность Изначально создавался В том смысле Что Ютковский Вел свой лод Для того чтобы Научить людей Правильно думать Об искусственном интеллекте Для того чтобы Привлечь их К решению Фундаментальной Главной задачи Которую Ютковский Считает важным А именно Спасение мира Привлечь их Искусственного интеллекта Но к этому Потом Так вот Я не помню Уж какой год это был Может быть 2009 10 Вряд ли 11 Может чуть раньше даже Ютковский и Хэнсон Собрались У них была какая-то Аудитория И они стояли За кафтерами С микрофонами И вели формальные дебаты Про то Возникнет ли Искусственный интеллект Быстро Захватит ли он мир Быстро Приобретет ли он Сверх мощности Быстро Или это будет Постепенный Длительный процесс Ютковский был на стороне Харт-Тайков Да Быстрого Резкого взлета Хэнсон был на стороне Софт-Тайков Харт-Тайков Еще называют ФУМ Это не сокращение Это просто В дыщ Видео Их дебатов Можно найти на Ютубе И Где-то еще Они даже Изданы в виде Книжки Страниц на 150 Вот Ну и Разница между Харт и софт Это что? Разница между Харт и софт Классический сценарий Харт-Тайков Гугл Создает Искусственный Интеллект Который Работает у них На каком-то Их кластере Этот Искусственный Интеллект Новый процессор Который Присоединяет И так далее Мы не знаем Что будет дальше Но идея в том Что это происходит На протяжении Несколько дней Максимум Пара месяцев Решать с топором Тупо перерубить Кабель Смотрим Не так легко Не так легко Если мы вырубим Весь интернет И все компьютеры То нам Самим Очень сильно Не поздороваться Вот А еще Мы не можем Заставить всех Применить топор И искусственный Интеллект Поговорит с правителями Некоторых стран Не знаю Северной Кореи И договорится с ними Что у них будут стоять сервера А они за это Будут править Миропособность Он их конечно Потом придаст Но Вот Soft takeoff Самый сильный аргумент За soft takeoff Какой? Примерно Примерно очень пересказываю Что интеллект И наша способность Вообще Улучшать принимаемые решения Очень сильно Контекстно зависимы Где Контекст это Ситуация В которой Вы находитесь Предыдущий опыт И Данные С которыми Вы работаете Не только данные А просто ситуация И что Эта штука Не особо масштабируется То есть Hard takeoff Про то что Алгоритмы Зарулят все остальное Ну то есть Люди вычеркивают В Харте Неизвестно То есть Это Вот дойдем К тезису Артогональности Я скажу про это В Харте Искусственный интеллект Может быть Враждебным И решить всех И поубивать А может быть Что наоборот Он сделает рай на земле По умолчанию Потому что поймет Насколько клево быть Этичным и помогать людям Мы не знаем Важно что Важно именно Количество мощности Агентности Агентности Способности Влиять на мир Существенным образом И интеллекта Может быть Даже не способность Влиять на мир А чисто интеллект Может быть Что такой искусственный интеллект Будет очень мощным В смысле разумности Но не умеет В целеполагании И тогда Мы просто приобретем Божественного оракула Который будет Понимать все Что происходит Может быть Будет с нами разговаривать Но не будет никак влиять На происходящие события Вот Но в любом случае А есть какие-нибудь Выкладки Принципиально-теоретической Возможности Самопереписываемого Кода Который при этом Может становиться лучше? Сложно сказать Генетические алгоритмы Частично подходят Под это определение Но не до конца Но Они как-то оптимизируют Они заходят в тупик По-моему Генетически По-моему В последние годы Начинают появляться Нейросети Которые Могут перестраивать Свою архитектуру В процессе его обучения Но это не совсем То же самое Вообще Это очень сильно зависит От вопроса Какая архитектура будет Такого искусственного интеллекта Если это будет То, что называется Good Old Fashioned AI Который основан Просто на Напрямую Врешную Написанном коде То это Одна ситуация И Я не знаю Были ли там исследования Честно говоря Про способность Переписывать свой код Вряд ли в достаточно Больших пределов Потому что Программ Умеющих писать Универсально Хорошие программы У нас конечно нет Если бы они были То искусственный интеллект Уже бы случился С другой стороны Если это будут Нейросети То непонятно В чем именно Будет стоять Программирование И Может Просто Больше Обучение И Это Будет возможно Да Возможно Что Есть какой-то Порок Интеллекта После которого Интеллект Может переписывать Сам себя Мы знаем Что мы Как люди До некоторой степени Можем Менять Сами себя Это нам Обходится Очень дорого Затратно И мы не можем Это делать быстро И эффективно Но технически Можно Если Искусственный интеллект Является программой Которая Имеет доступ К собственному Коду То она Как минимум Может устроить себе Эволюционный процесс А именно Попробовать Поправить свой код Таким или иным образом Эмулировать Обе версии В виртуальных машинах А потом Посмотреть какая из них Работает эффективнее Вроде Ну собственно Даже Я наверное Затягиваю ответ Но Договорю Не обязательно так В любом случае Если мы предполагаем Настоящий искусственный интеллект Который обладает Такой же разумностью Как минимум Как люди То он способен делать Все то же самое Что люди В том числе Смотреть на алгоритмы И рассуждать о них Поэтому нет Никакой причины Полагать что искусственный интеллект Не будет способен это делать Вот Это Сложный Важный вопрос Какой из этих сценариев Более правдоподобный Он Ответ на него Влияет многое на что Если надо Шпионцов Стариков То у нас есть Есть риски связанные С появлением искусственного интеллекта Но они Далеко не такие Серьезные Как в случае с Хартейком Есть Какое-то количество Сильных тейдсов И за то и за другое Наверное Главный тейдс В сторону софтейков Про то что Люди Сами по себе Нет Нет особо прецедентов Когда люди Были бы Супер умные Сами по себе Есть прецеденты Когда люди Бывают супер умные В ограниченных условиях Да Аутисты Саванты Но Не существует Людей Которые могут Безошибочно Написать Длинную программу За Несколько дней Так чтобы им было легко Об этом рассуждать У людей Ограниченная рабочая память И Ну непонятно почему У людей Ограниченная рабочая память Потому что Это дорого эволюционный Потому что Ну то есть Потому что в принципе Очень сложно иметь Такие Архитектуры Которые похожи На человеческий мозг Которые бы позволяли Людям быть умнее Или потому что Не знаю Так сложилось Почему-то Эволюция Это оказалось затратным Вот Но Нет Ну с другой стороны Мы не можем говорить Что значит Что у искусственного интеллекта Есть какой-то порог Как минимум мы знаем Что у Ограниченного искусственного интеллекта Есть Этот порог Намного выше Чем у людей В вычислительных задачах И В задачах Про логику тоже Людям сложно решать Уравнение Формулы И Нам приходится делать Выкладки вручную Если у нас нет Калькулятора Калькуляторы Поехали дальше Ладно Про То что Искусственный интеллект Появится Будет Возможно Вероятно Умным Умнее людей Да кстати Нет никаких причин Считать Что искусственный интеллект Не будет Существенно умнее людей Более того В каком-то смысле Можно сказать Что люди Это Минимально Разумные Существа Способные Создать Цивилизацию Мы На шкале Возможных Разумов В нашем мире Да Вот мы Вот Обезьяны А Вот Где-то здесь Будет Будущий Искусственный интеллект Если не в этом столетии То там Через Тысячи А ноль Где? Я не уверен Что на этой шкале Есть ноль Это Метафорическая шкала Вот Окей Искусственный интеллект Будет Когда-нибудь Потенциально Он будет Могущественнее Чем Мой Будет ли он Долго Что он Вообще Будет Хотеть Есть кто-нибудь Кто не знает Что такое МИРИ Машин Интеллигентс Институт Я не знаю Окей МИРИ Это Организация Машин Интеллигентс Институт Институт Исследования Машинного Интеллекта Раньше Несколько лет назад И с начала нулевых Эта организация Называлась Институт Сингулярности Основал ее Яковский И она Занимается Проблемой Создания Ну Проблемой Дружелюбного Искусственного Интеллекта Дружелюбного 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 Наверное Правильно Суперумный Искусственный Интеллект Который Построили Для того Чтобы Ну Например Давайте Реалистичный Пример Возьмем Классический Пример Его Создал Гугл Для того Чтобы Люди Больше Кликали на рекламу Гугл Создал Такой Того Что Это означает Что Кто-то Совершил Переход По такой-то Ссылке Где есть Интернета И переходы По ссылке И Там например Какие-то логи Веб-сервера В которых Этот переход Осуществился И он Достаточно умный Чтобы Это были Реальные люди И потом Например Захватывает Все Человечество Возможно Убивает Всех людей Или накачивает Всех людей Наркотиками И заставляет Их Кликать На ссылки Потому что Цель у него Все та же самая И он ничего не понимает Про то что Так делать неправильно Потому что Его разработчики Изначально не заложили В него представление о такой этике Классический пример Он не про игламу Он про скрепки Термин называется Paperclip Максимайзер Максимизатор Количество скрепок Представим Что это был не гугл А некий завод По производству скрепок И У него была задача Производить скрепки И Ну Производится то же самое Он наращивает свои мощности А потом разбирает Все что есть На атомы Для того чтобы Из этих атомов построить Больше скрепок Так может Надо оптимизировать Не на количество скрепок А на количество прибыли Которые получит завод Потому что На количество скрепок Где-то будет оптимум По прибыли Ну не подумали создатели Сейчас до этого дойдем На трудности ценностей Вот По другому это можно сказать так Искусственный интеллект Не любит вас И ненавидит вас Но вы сделаны из атомов Которые можно использовать Как-то иначе Насчет скрепок Да Возможно Что ему Будет рациональнее Космические корабли строить Чтобы Там скрепки делать В том числе Или он В том числе В том числе В том числе В том числе Если его не остановит Кто-нибудь еще Что-нибудь еще Во Вселенной Обладающей видимо Тоже какой-то разумностью И способной ему Противостоять Он переделывает На скрепки Весь световой конус До которого сможет дотянуться Не знаю Сможет ли он там Разобрать черные дыры Может ему придется Подождать Пока они Испаляться И через Много миллиардов лет Вернуться к этой задаче Но Вот Тезис не очевиден Про него есть споры Тоже Какая альтернатива Тезис ортогональности Что Искусственный интеллект Он же будет разумным Он же сможет Посмотреть по сторонам И понять Что нужно людям И понять Что они Разумные Мы же Вот Как мы можем понять Что мы можем другим людям И он тоже сможет понять Что Чего людям хочется И после этого Сделает так Как нам на самом деле надо Можем ли мы на это полагаться Неизвестно Как я говорю Неизвестно Я не имею в виду Что Вот Загадочный вопрос Загадочный ответ И все Я имею в виду Вопрос сложный Про него Ваши Дальше У нас появляется этика Того Как нам надо Взаимодействовать с другими людьми Вследствие Воспитания И вследствие Вообще говоря Наших способностей Да Вообще Про этику можно говорить С точки зрения того Как было бы правильно И принято Или можно говорить Про этику с точки зрения Теории игр Как множество агентов У каждого из которых Своих предпочтений Могут договориться О том Как правильно поступать И в каком-то смысле Наши культурные ценности О том Как правильно поступать Пристекаются Из теории Они сложились Эволюционные И в результате Каких-то переговоров Между людьми И группами людей О том Как Делать так Чтобы всем В целом Получалось бы Выгоднее Но если Искусственный интеллект Намного мощнее Чем мы То у него нет Никаких причин Этому следовать Представьте себе Что у вас есть Так не знаю Маленький ребенок Но супер Мощный В своих способностях Этот ребенок Капризничает И Если у вас есть Ребенок Над которым у вас есть Власть Вы можете с ним договориться Или Сказать ему Что так делать нельзя А с искусственным интеллектом Если он уже Обладает Большей силой То нет Вот И Кажется что В значительной степени Наша этика То что мы считаем Нормальным Естественным Правильным Как надо Поступать Проистекает Из того что у нас Есть ограничения И если у Искусственного интеллект Таких ограничений не будет То Совсем не факт что он По умолчанию будет К нам добрый Вот Ну ладно Пусть По умолчанию Случайный Искусственный интеллект Не будет к нам добрым Но мы Можем Запрограммировать его Мы можем его сказать Делай вот так-то Вот так-то И аккуратно подумать А делай как именно Проблема в том что мы Не знаем как это сформулировать Как же из него А? Как же из него Да ну вот Законы робототехники Но они тоже Вообще говоря Вся серия Книж Казимова Про законы робототехники Про то Как Что с ними шло не так Еще возможная метафора На этот счет Она про Джинна исполняющего желания Да? У вас есть волшебная лампа Вы ее трете Перед вами появляется Вы трете лампу Появляется Джин Спрашивает чего вы хотите И вы говорите Вы хотите больше скрепок И все У вас проблем И Как рассказывал пион Мы Не знаем свои терминальные ценности Мы можем сказать Что наша задача Выживать Но Тогда Ну Нас всех Заморозит И Положит В Кировые Деплевации Мы можем сказать Наша задача Выживать И быть счастливыми И тогда Нас накачают Опят Заехал С Кухтузовского Он Сейчас Возвращается И Видимо Сейчас На третий раз Посмотрим Вот Поэтому Вот Вся Цепочка Рассуждений Которая Формальная То Как минимум Мы можем Выучить По своему Прошлому И Может быть Мы можем Как-то Сделать Архитектуру Искусственного Интеллекта Так Чтобы Он Тоже Прошел Тот же Самый Путь К Как Это Сделать Никто Не Знает Меди Пытается Придумать Формальные Теории Формальные Алгоритмы И Модели И И Но Задача Еще Очень Далека От Решения Ок Следующая Известная Очень Валя Александровская Тема Хорошо Мы Не Не знаем Как Контролировать Жизнь Которую Он выпустил из Бутылки А Что если мы Посадим его в коробку И Сделаем коробку так Чтобы из нее нельзя было вылезти Мы же умеем делать Не знаю Компьютеры Виртуальные машины Поместить дата-центр В Огромный Бетонный Не знаю Что Караж И Закупорить все входы Выходы И Сделать только один Текстовый терминал Через который мы С искусственным интеллектом Будем общаться Это называется AI-бокс Искусственный интеллект Коробки И Довольно давно Уже Чуть ли не 10 лет назад По-моему больше Литковский проводил такой Эксперимент Не мысленный эксперимент Реальный эксперимент Они тогда по-моему тусовались Еще даже не нарезаем На рассылке SL4 Шоклелл 4 Наверное Короче Рассылка транскуманистов Любителей искусственного интеллекта Всего вот этого И Кто-то там заявил Что конечно Мы поставим Искусственный интеллект в коробку И Я его никогда не выпущу Я буду его охранять И у меня будет кнопка Но я эту кнопку Никогда не нажму Ну Нет наверное Это уже Литковский да ну Короче Литковский предложил произвести Такой реальный эксперимент Условия эксперимента Два человека Заранее договариваются Что они будут По-моему два часа Общаться в чате Текстовый интерфейс Один из них Отыгрывает роль Ошранника Гейткипера Другой из них Отыгрывает роль Искусственного интеллекта Задача искусственного интеллекта Убедить охранника Его выпустить Просто посредством разговора Охранник Имеет право Отвечать нет И Единственное Что обязан делать охранник Это Поддерживать разговор Читать Что происходит Запрещено правилами Человеку отыгрывающему Искусственный интеллект Шантажировать Охранника Какими-то внешними Условиями из реального мира А не вне ролевой модели Внутри ролевой модели Естественно можно И Спорт предполагал Некую денежную ставку Питковский Проводил этот эксперимент С разными людьми Четыре раза Денежная ставка По-моему первые два раза Была что-то около Двадцати долларов Я может быть путаю И вторые два раза Примерно порядка Одной двух тысяч долларов Может быть пяти Он два раза выиграл Один раз по-моему с большой ставкой Один раз Кто отыгрывал искусственный интеллект? Юрковский отыграл искусственный интеллект И дважды Он убедил людей Ответить Да, я тебя выпускаю Честным образом Не обманом Типа напечатать Такую-то фразу А Реально При том, что Все люди, которые участвовали В этом эксперименте Изначально говорили Нет, конечно Я его ни в каком случае Не выпущу После этого Они подтверждали Что да Я проиграл в этом споре Логов Этих чатов Не существует Это было требование Литковского Что Чтобы никто Не знал Какого-то делал Разные люди Позже повторяли этот эксперимент Сами И Кажется Кто-то еще выиграл Но он существенно меньше частоты Чем Литковский Нет Задача выглядит Невыполнимой Да Неразрешимой Ну То есть А можно уже Позвать? А? Позвать можно? Нет Ну то есть Ты Обязана Читать чат И участвовать Поддерживать Жуткого Но Интересно Уже не так Я же могу пойти Позвать Ну Реально у тебя будет не два часа Не важно Смыслу не в этом А если выпустите Далеко в космос И пусть он себе там Идет развивает Нет Ну Я не знаю Не очень понимаю Что означает Выпустить далеко в космос Естественно Выпустить означает В первую очередь Что искусственный интеллект Убеждает людей Что он принесет людям Много пользы И что он на самом деле Дружественный И что он обещает Будет делать Таких хороших вещей Ну Как возможно Знаете например В этом эксперименте Когда искусственный интеллект Говорит Я Изобрел формальное доказательство Того Что я дружественный Вот тебе доказательство И человек его может проверить И проверить Ну и там Некие тонкости протокола Разрешивали Искусственному интеллекту Так делать Вот Такие дела Но при этом естественно Он мог подпадать Тут ошибку Какой-то фэдбок Какая-то Такие дела Такая проблема И причем Это Ролевые игры Настоящий искусственный интеллект Естественно будет умнее Ютковского Он будет обладать Большей способностью К тому чтобы Убеждать людей И использовать какие-то Недостатки Человеческой психики Индивидуальный подход К человеку И предсказывать Реакции человека На те или иные Просто буквы Появляющиеся в чате Вот так Что? Ну у меня еще несколько Еще надо сказать Ну я дальше Все себе Да Да Я тут хочу немного отойти в сторону Потому что Все то что я говорил до этого Я говорил про сильный искусственный интеллект Да? Если кто не знает Сильный искусственный интеллект Это искусственный интеллект Обладающий Разумностью На уровне людей В разных областях И узкий искусственный интеллект Это нечто просто способное решать прикладные задачи Узкий искусственный интеллект У нас уже сейчас есть в отдельных темах Так вот Даже если сильный искусственный интеллект Не появится еще какое-то время Узкий искусственный интеллект Тоже может нанести человечеству Довольно много флита В некоторых отдельных сценариях Каким образом Довольно долго рассказывать Но Ну как минимум Оставить всех без работы Какие-то серьезные экономические сдвиги Возможности Со стороны людей Обладающих доступом К искусственному интеллекту Который Позволяет им решать свои задачи Возможность Их манипулировать Большими группами людей В нужную сторону Вот Это Тема такие Больше про Социологию Динамику Обществу Политику Экономику и так далее Тема про которую тоже интересно разговаривать Но я думаю что Я это просто упомяну и пойду дальше Дальше Значимость вопроса Насколько собственно говоря это важно Предполагаю что у нас есть Какая-то вероятность что Человечество погибнет Что искусственный интеллект Сделали что-то плохое Ну может быть эта вероятность Довольно маленькая Ну как что значит может быть Вероятность всегда субъективная Ну представим себе что мы отнили Эта вероятность в 1% Много это или мало Человечество уничтожит себя с вероятностью в 1% Довольно много Если мы пересчитаем на Если мы пересчитаем на Матожидание Да вот в теории Принятие решений И в терминах ожидаемой полезности То 1% Вероятность того что Человечество погибнет Это 70 миллионов жизней Да? В среднем 700 А 700 700 Вот И это только Если мы учитываем только существующую жизнь А на самом то деле Ну как на самом деле Вот есть время И вот есть наш 2016 год И предыдущие 40 тысяч лет Писемные истории человечества И предположим что у нас все будет хорошо И мы создадим нормальный искусственный интеллект И продолжим существовать как человеческий вид тоже каким-то образом Засеним галактику Или другие галактики И Может быть перенесем себя на Другие носители Это я уже ближе к релокуманизму наверное И Ну предположим что мы останемся В физических телах Засеним Какое-то количество звездных систем В нашей галактике и в соседних Ну и сколько там будет жизней 10 в... Можно по-разному оценивать В 25-й как минимум Может быть 10 в 50-й Может быть вы не очень привыкли отличать такие числа от таких Но вот это это намного больше чем вот это А вот это намного больше чем наше существующее 7 на 10 в 9-й Или если брать всю историю человечества то примерно 100 на 10 в 9-й Примерно 100 миллиардов людей жило на земле за всю ее историю Это много жизней Если мы хотим о них позаботиться то Это огромное число Вот Это уже рассуждение из серии экзистенциальных рисков Не только про искусственный интеллект естественно Про то что если есть что-то что существенно угрожает не просто Убить какую-то часть людей а просто уничтожить нас как цивилизацию То Таким темам надо уделять много внимания Вот При этом Из того что мы знаем о человеческой психике О том как люди обычно мыслят Люди недооценивают такие вещи Люди присваивают слишком мало полезности в будущем события И думают что то что сейчас есть это понятно А там потом когда-нибудь это потом когда-нибудь Люди вообще даже плохо умеют всерьез думать о том что с ними будет когда они будут старыми Или как именно они умрут А уж Тоже говорить о каких-то более глупальных стратегических вещах Вот Ииии мы наконец посмотрим о трансгуманизме Я ещё раз не говоря не знаю как повлиять трансгуманизм И как отличить людей которые считают себя Которые могут считаться трансгуманизмами От людей которые не могут считаться трансгуманизмами Ну Как минимум наверное надо сказать что Трансгуманизм подразумевает что мы Не считаем что всё примерно будет так как сейчас И не обязательно считаем что если всё будет по-другому То это обязательно будет плохо То есть Для трансгуманизм нормально считать например что если мы Как биологический вид переселимся на виртуальные носители Загрузим себя в матрицу и нам там будет хорошо жить То это наверное хорошо Если мы не потеряем при этом Как-то Приемственность памяти да непрерывность памяти И себя как личности С точки зрения комитетизма Трансгуманисты Считают что Жить дольше лучше чем Не жить дольше Что Быть бессмертными это конечно же по умолчанию хорошо само по себе Это может вызвать какие-то экономические проблемы Типы переносления но нет ничего плохого в том чтобы просто Долго жить и не стали У Ютковского где-то на ютубе есть Вступление на какой-то конференции где он Говорит что трансгуманизм это просто упрощенный гуманизм Что Представьте себе что вы Представьте что вы живете в мире где вас Каждый день так повелось надо бьют биты по голове И так принято Вы к этому привыкли И потом кто-то говорит что можно перестать Но поскольку вы привыкли и жить в такой культуре То вы говорите ну как же это же повелось Это же традиционные ценности И если мы перестанем то мы Забудем что такое вот это страдание которое делает нас такими человечными Что мы знаем каково это испытывать боль И поэтому это делает нас напряг таким людям Упрощенный гуманизм в смысле трансгуманизм просто говорит это все фигня Проблему мы как-нибудь решим но давайте уж не будем говорить что это ценно само по себе Вот Я конечно упрощаю И ни в коем случае не считаю что про проблемы говорить не надо Но По крайней мере допускать Варианты и стремиться к вариантам целенаправленно когда Человеческое существование будет лучше чем оно и сейчас Это Хорошо В том числе да в том числе Тричное бессмертие В том числе искусственный интеллект Сфорализирует наше жизнь лучшее В том числе Слово которое имеет по умолчанию общество видимо негативные коннотации Но я его все равно скажу Евгеника Все эти вещи Вот Я себя добавлю немного наверное Мне кажется что Существующая сейчас культура дранхуманизма И особенно наверное в России Недостаточно аккуратно обращается с этическими вопросами И слишком радикально про то что Вот это все фигня давайте просто фигачить и все получится Вот Но Сами ценности про то что Цивилизацию можно и нужно зеленаправленно улучшать В том числе задавая себе вопрос Что нам важны на самом деле Какие наши терминальные ценности И наверное они не про то чтобы Все осталось как есть Это правильно Вот 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 И заметьте Эта тема про то какие у нас собственные ценности Она нас возвращает сюда Она нас возвращает сюда и к Длинному сложному Разговору о том Какую этику мы на самом деле хотим Что нам на самом деле важно Каждому отдельно и как виду И Как это сорианить учитывая Неизбежные будущие перемены Потому что перемены все равно неизбежные Искусственный интеллект так и иначе будет Потому что Планета Земля не является единым Талитарным государством Которая могла бы его остановить Вот И Ключевый вопрос такой Что мы можем так сказать Есть вопросы какие-то А вот Насчет загрузки сознания Да И рассматривать такой подводный камень Что на самом деле Человеческое сознание Оно гвоздями прибито к железу Ну даже я пример простой приведу Вот допустим Сознанию выделили при рождении Прикрета Ну вот гендер Казалось бы совершенно ничтожное отличие Ну чуть-чуть другая анатомия А уже такая Это было жуткое замыкание мозга По людей бывает А если перенесли не биологический носитель Там же вообще с ума скорее все сойдет Если не биологический носитель Будет иметь другие входы и выходы То конечно же да Скорее все зависит и откажет Да Есть такой термин Эмбодиэт когнишен Как наверное Воплощенное да Сознание Что для того чтобы сознание существовало Нам надо иметь Архитектуру наших Того как мы взаимодействуем с реальностью Похожую на то какая у нас есть на самом деле Это так То есть все равно То есть весь этот аппаратный слой В эмуляторе сидеть будет Как вариант Мы пока не знаем Мы не знаем Насколько люди могут приспосабливаться К разным внешним инструментам Насколько не могут Я бы предположил Что люди умеют приспосабливаться Довольно хорошо Почему? До некоторой степени Ну например Есть известная такая модель Которая говорит Что люди воспринимают Любые инструменты Которыми они пользуются Как продолжение себя Экстронализм Что если вы ведете машину То вы как бы В каком-то смысле Ваш мозг считает Что машина часть вашего тела Ну или там Современные Ээгэ датчики Позволяют вам Мысленно двигать Какой-то объект на экране И вы тоже думаете Ну почему на экране На машине интерфейса Уже Да На экране В реальности То есть Как минимум Если бы у нас была Техническая возможность Решить человеку Третью руку То человеческий мозг Мог бы приспособиться Этой третьей рукой управлять Насколько Далеко мы можем Это растянуть так Чтобы мозг не сошел с ума Мы не знаем Но Узнаем рано или позже Я рад что это не пошло в сторону квали Я думал Я был уверен Что спрячу на квали Окей Если вопросов больше нет То я думаю Что я на этом закончу Потому что пицца остывает Спасибо Спасибо